Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей в студии Александр Батов. Вначале коротко о его главных темах. Мы очень положительно настроены на сотрудничество с республикой. Буквально в ближайшее время, я думаю, мы примем положительное решение о размещении здесь целого ряда производства. Глава Карелии ознакомился с проектом итальянских инвесторов. Они намерены построить в республике предприятие по производству и переработке полимерных композиций. Трозаводский углубь, вообще-то, практически лов, орудиями лова запрещен, конечно, кроме удочки. Уже сейчас любители поохотиться на лосося могут купить лицензии на вылов этой ценной рыбы. Запрет на его добычу отменили. Чем порчилась вчера игра, конечно, я прорвусь страшно. Музыкальный театр отмечает 175-летие Петра Ильича Чайковского, премьера оперы «Пиковая дама». Теперь подробнее. Глава Карелии Александр Худилайнин провел рабочую встречу с директором компании «Падана Chemical Compound» с Вадимом Бабием. Он познакомил главу Карелии с проектом, который разработали итальянские инвесторы, заинтересованные в строительстве в республике предприятий по производству и переработке полимерных композиций. Мы очень положительно настроены на сотрудничество с республикой. Буквально в ближайшее время, я думаю, мы примем положительное решение о размещении здесь целого ряда производств. В ходе встречи стороны обсудили совместные предварительные шаги по реализации проекта, а также решали вопрос, где выбрать площадку для размещения новых производств. Это будет строительство новых предприятий, потому что в Карелии таких производств нет и никогда не было. Продукцию, которую мы выпускаем, затрагивает очень многие сферы. От производства электротехнических, скажем, кабелей простых и сложных, индустриальных и бытовых, автомобильных и так далее, до буквально обуви. Ну и оконные профили, промышленные шланги, в том числе армирные, очень большая номенклатура. Компоненты в автомобиле строения, в общем, очень большая номенклатура. Реализация подобного проекта принесет Карелии множество новых рабочих мест. На производство потребуются высококвалифицированные сотрудники, поскольку производственный процесс компании полностью компьютеризирован, заявил Вадим Бабий. По его словам, есть вероятность, что реализация проекта начнется уже в этом году. Хорошая новость для рыболовов. Уже сейчас любители поохотиться на лосося могут купить лицензии на вылов этой ценной рыбы. Напомним, недавние изменения в правила рыболовства вводили полный запрет на его добычу. Сейчас он отменен. Наш корреспондент Максим Смирнов расскажет, где купить лицензию на лосося и сколько она стоит, а также какие новшества в правилах лова все же не обрадуют рыбаков. Ситуация случилась парадоксальная. В феврале этого года правила рыболовства полностью запретили ловить лосося в северном рыбопромысловом бассейне. А республиканский Минсельхоз к тому времени уже распределил квоты. В итоге усилиями чиновников и промысловиков удалось таки добиться отмены этой, как мягко сказали в Карелой рыбводе, технической ошибки. Теперь право продавать лицензии получили три предприятия – Серебро-Ониги, Карельский Баренц-Рыбак и Карел-Рыбвод. Удовольствие выловить одну красную рыбку стоит 560 рублей в сутки и только на отведенном промысловом участке. Разрешенная длина рыбы не менее 70 сантиметров. По мнению специалистов, поголовье лосося в Карелии сегодня стремительно уменьшается из-за браконьеров. Сетной лов браконьерский расцветает на наших озерах, и поэтому лосося у кого-то уменьшается. Идет такое мнение науки нашего госнеборха, что нужно наложить на лов лосося мораторий года на три, на четыре. Я говорю, только не заносить, ради бога красную книгу. Нет, мы не будем заносить, но мораторий надо наложить. Специалисты также говорят, что служба рыбнадзора сегодня попросту не может контролировать все реки и озера. Не хватает инспекторов и техники. Сейчас рыба не листится, и до 30 июня в Северном рыбохозяйственном бассейне, куда входит Ионежское озеро, лов сетями запрещен. А с 25 мая на удочку рыбнадзора могут попасть и любители порыбачить на набережной Петрозаводска. Петрозаводск в глубине практически лов запрещен, конечно, кроме удочки. Но лов удочкой запрещается только на период ската молодей лосося с реки Шуя. Это где-то с 25 мая по 10 июля. Жителям городов и районов Северного бассейна новые правила рыболовства оставляют возможность заниматься своим исконным промыслом. Ловить рыбу сетями, запасать ее на зиму. А вот жителям при Ладожье не повезло. Во всех водоемах Ладожского бассейна, включая и саму Ладогу, ловить рыбу сетями не юридическим лицам полностью запрещено. Вот и получается, что жителям, например, Ведлазера, которые исконно живут за счет рыбы, теперь можно ловить только на удочку или становиться браконьерами. Теперь коротко о еще некоторых событиях в республике. В эти дни около 500 петрозаводских призывников отправятся служить в армию. Их служба будет проходить в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, в сухопутных, ракетных, военно-воздушных войсках, а также в войсках космической обороны. У клонистов от армии стало заметно меньше. По Карелии за два года этот показатель с 1400 человек опустился до 300. А с этого года тот, кто не отслужил в армии до 27 лет без законных НАТО оснований, не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе. В Национальной библиотеке республики продолжается второй этап реконструкции. Он проходит в исторической части здания, введенной в эксплуатацию в 1959 году. Строители выполнят усиление фундаментов, заменят деревянные перекрытия на железобетонные, укрепят кирпичную кладку стен. Чтобы во время реконструкции не повредить элементы исторической отделки интерьера, установили специальную защиту и сделали страховые копии основных элементов. Реконструкцию проводит строительная компания «Логос» из Санкт-Петербурга, работающая на рынке строительных услуг более 20 лет и имеющая большой опыт реставрации объектов культурного наследия, сообщили в Минкульте республики. Завтра в среду в 8 часов утра на сутки отключат горячее водоснабжение трех микрорайонов – Горяковки, Куковки и Зарики. Отключение связано с третьим этапом реконструкции магистральных тепловых сетей от пересечения улиц Гоголя и Анохина до Древлянгской набережной. В настоящий момент уже проложен новый трубопровод в районе улиц Гоголя и Анохина и на территории военного городка. Дальнейшее проведение работ возможно только при наличии временного трубопровода, который будет обеспечивать горячей водой в межотопительный период три микрорайона. Коммунальный ресурс обещают вернуть в дома к утру четверга 28 мая, сообщили в компании ТГК-1. В минувшие выходные на межрегиональных соревнованиях северо-западного федерального округа Патхэквондо в Санкт-Петербурге 13 воспитанников детско-юношеского центра Петрозаводска взяли 7 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей. А на следующий день завоевали еще 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы. Некоторые из ребят смогли принять участие в двух соревнованиях подряд и при этом одержать в каждом из них победу или же войти в тройку призеров. Самый младший участник команды, 7-летний Павел Сазонов, впервые выступая на соревнованиях, завоевал золото в спаррингах. Музыкальный театр отмечает год 175-летия Петра Ильича Чайковского премьерой оперы «Пиковая дама». Это знаменитое произведение впервые ставят в Карелии. Режиссер-постановщик, народный артист России Юрий Александров, дирижер Михаил Синькевич. Какой будет она, наша пиковая дама, и почему актеры уже окрестили постановку «Пятьюдесятью оттенками серого», расскажет Алиса Агранович. Пиковая дама Пиковая дама – одна из последних, и по мнению многих критиков, самая совершенная из опер Чайковского, созданная мастером по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. В Карелии ее ставят впервые. В постановке Юрия Александрова главный герой Герман отличается от классического образа, созданного Чайковским. Он предстает как архетип русского героя, страдалец, сеющий вокруг себя смерть. Александров ставит Германа в один ряд с Раскольниковым Достоевского и Печорином Лермонтова. В этой постановке роль Германа исполняет Павел Поленинов. «Она сложная и очень психологически в варианте Юрия Сакача, очень сложная и выматывающая психологически. Юрий Сакач видит его таким героем, вне времени и пространства, к которому желая добра и любви, то есть того, что хочет любой обычный человек, везде творит смерть и разрушение». Добавляют атмосфере мрачности костюмы и декорации. Для спектакля было шито более ста костюмов, большая часть которых выдержана в черно-белой гамме. Актеры уже окрестили спектакль карельскими 50-ю оттенками серого. Кстати, костюмы актеру сегодня надели впервые. Эта репетиция была, как они сами говорят, первой оркестровой. «Почему вас нет на сцене? Вам что, долго снять пенерины и выйти на свое место?» Режиссер делает замечания, но в целом, как сам признался, работает труппы очень доволен. «Все, что мы делали под фотопьяно, мы должны совместить с оркестровым звучанием. Совсем новые звуки слышат артисты, и это сложно, потому что Ариэль, класс, это одно. Сцена, костюмы, поэтому такой болезненный период, когда надо состыковать все. Но у нас еще неделя, это адский срок для театра, гигантский срок». Мир видел разных пиковых дам. Режиссеры вновь и вновь возвращаются к ней. И Юрий Александров тоже не в первый раз ставит эту оперу. «В Америке я ставил спектакль, такой спектакль, ну, ордтекст, потому что американцы не знают, что такое летний сад, что такое русский психотип, русские взаимоотношения. Им надо было все ожевывать. В Москве я ставил авангардный спектакль, в котором были задействованы какие-то суммы моих ощущений от жизни. Здесь спектакль со всеми признаками классического спектакля». Увидеть и оценить новую пиковую даму Юрия Александрова зрители Карелии смогут уже очень скоро. Премьеры спектакля пройдут в Музыкальном театре Карелии 2 и 3 июня. «Пошел!» Открытый международный турнир по игре «Кюкке» Карельским городкам прошел в Кондопоге. В нем приняли участие команды из Петрозаводска, Кондопоги, Ведлазера, Кончезера, Березовки, а также финские любители из города Ямся. В упорной борьбе больше всего чурок с поля соседей выбила команда «Илвис» из Петрозаводска. Второе место заняли «Кондопожские медведи» и на третьем – «Петрозаводчане» команда «Константа». Организаторами турнира традиционно выступают активисты этой народной игры – «Общество дружбы Карелия-Финляндия», а также совет молодых специалистов ОАО «Кондопога». Информационную поддержку оказала администрация Кондопожского района. Игра «Кюкке» в Карелии набирает обороты. В республике в разных районах играет более 40 команд. Многие участвуют в региональных соревнованиях. Уже 13 июня состоится республиканский турнир в Калевале. На дороге Карелии все чаще стали выходить медведи. За последние два дня их видели дважды. Сегодня героем в местной сети стал Мишка из Пудышского района. Прямо на обочине автотрассы он обедал. Медведю привлекла сочная молодая зелень. Как в зоопарке. Мишка травку кушает. Снимавший видео петрозаводчанин Андрей Костецкий медведя не смутил, а вот проезжавшая мимо машина вспугнула. Пошел, 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 пошел. Мишка. Ой, напугали. Еще один видеоролик с медведями накануне выложил в сеть житель села Ведлазера. Увидев человека, медвежата перебежали дорогу и скрылись в лесу. На этом наш выпуск завершен. В студии для вас работал Александр Батов. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин